Добрый вечер! В эфире Вести Крачево-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Десант может и без парашюта. Сегодня в Джигутинском районе спасатели МЧС России провели очередную тренировку из вертолета Ми-8. Что сложно в таких учениях и насколько они важны, смотрите репортаж Альбины Ламковой с высоты птичьего полета. Чувство волнительное, но на борту вертолета совсем не страшно лететь, так как у него есть режим авторотации. С помощью него можно спокойно посадить воздушное судно на землю, даже тогда, когда у него отключатся два его двигателя. Сейчас 8 спасателей должны выполнить четкий алгоритм действий. В действии учитывается каждая секунда. Очередная тренировка по беспарашютному десантированию с вертолета на высоте 20-30 метров состоялась на открытой местности у Джигутинского района. Спуск производился с борта Ми-8, звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. В учениях участвуют 18 человек. Их разделили на две команды по 8 спасателей. Каждый из них стремится к повышению профессиональной подготовки, а также совершенствованию технологий спасения в труднодоступной местности горного рельефа, такого, как в нашей республике. Одним из самых, наверное, главных факторов результативности проведения любой спасательной операции, безусловно, является время. Время с момента получения травмы потенциальным пострадавшим и промежуток времени до того момента, как ему будет оказана первая, ну а потом уже впоследствии врачебная помощь. Десантирование при зависании вертолёта – одна из сложнейших задач, отметил Андрей Мозгов. В такой ситуации требуется слаженность действий экипажа воздушного судна и спасателей. В горной местности сложно ли удержать высоту вертолёта? Ну, сложность заключается в том, что в горах всегда ветер непредсказуемый, и он порывистый, и он может всегда довернуть, подвернуть какие-то нисходящие-восходящие потоки. Ну, конечно, да, одна из сложных самых этапов полёта вертолёта – это весенние. Надо сказать, что не все ребята имеют навыки десантирования. Первоначальные упражнения спасатели отрабатывали на вышке территории отряда МЧС. На практике иначе, но спасатели спокойны. Нет, всё чётко, инструктаж пройден, всё помнится, всё нормально. Игорь Леденёв не разу участвовал в поисково-спасательных операциях, но воздушный спуск из вертолёта отрабатывает впервые. Семь лет, ну, как бы опыта чуть набрался, и ко всему уже относишься как бы нормально. И такого уже нет, как поначалу, может, было какое-то волнение, когда только устроился. Мы тренируемся постоянно, все движения оточены до автоматизма, то есть здесь по-другому никак нельзя в нашей работе. Что самое главное при спасении человека? Самое главное – быть уверенным в себе. Каждый спасатель совершил по четыре спуска со специальным оборудованием и снаряжением. Новички и бывалые справились с заданием одинаково хорошо, поэтому все получили допуск по беспарашютному десантированию с вертолёта. Альбина Ламкова, Максим Долгов, Вести, Корчаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район. Тяжело в учении, легко в бою. К Дню Защитника Отечества были приурочены учения горной мотострелковой бригады, расположенная в Карачаево-Черкесии. Какие испытания проходили военнослужащие, выяснял Халибаташев. Каждому бойцу предстоит пройти полосу препятствий длиной 200 метров. Здесь проверяются такие необходимые для бойцов качества, как смелость, решительность, уверенность в своих силах и эффективное использование альпинистских навыков. Передвижение по лестнице с использованием самостраховки, качающиеся бревно и другие элементы. Полосы препятствий военнослужащий Виктор Иванов преодолел быстро и уверенно. Постоянные тренировки дают ощутимый результат. Самый тяжелый этап – это идет сломанный мост, это у нас получается бревно. Это опасно тем, что можно сорваться, или когда идет дождь, снег, плохие условия, погоды, получается, что трудно проходить и можно поскользнуться. Хорошо, почему это имитация, потому что здесь, если падешь, тут есть инструктора, а в горных условиях упадешь и будут плохие последствия. Отличная проверка уровня горной и тактической подготовки – это преодоление навесной переправы. Задача небольшого подразделения – с помощью двух веревок переправиться на другой берег. Без умения правильно вязать узлы, использовать страховку и работать в команде – это сделать невозможно. После того, как на берегу оказалось все подразделение, необходимо убрать все следы пребывания в этом месте. За правильностью выполнения задачи следит инструктор. На целевом берегу собираются все подразделения, берет веревку в руки и с помощью сдергивания сдергивает веревку саморазвязывающую. Для чего это делается? Для того, чтобы, если они уходят от преследования, чтобы не оставить на этом берегу никаких следов, что они были на этом берегу. То есть на этом берегу не остается ни веревки, ничего. Все переправляется на ту сторону. Самое сложное – это надо за ними, за всеми следить, за правильностью действиями, за то, чтобы они цеплялись карабинами, остановились на страховку, замуфтовывали карабины. Это все, от этого зависит жизнь человека, так как у нас это солдаты. От простого к сложному – главный принцип обучения. Дальше будут и переправы подлиннее, и более сложные задачи. Но бойцы горной бригады готовы к испытаниям. Их профессия – защита Родины. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаеве, Черкесии выявлено 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 42 028 человек. Из них 33 423 выздоровели, 424 человека госпитализированы. МЧС предупреждает завтра с 18 часов и до 27 февраля в горах республики и выше 1500 метров. Лавина опасна. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаеве, Черкесии. В Карачаеве, Черкесии местами небольшой дождь, ночью в горах с мокрым снегом, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 2 плюс 3, днем до 14 градусов выше нуля, в горах плюс 3-8. В Черкесии без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 1-3, днем 10-12 градусов тепла. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Работаем каждый день без выходных. И только два дня. 5 и 6 марта. Прием ведет доктор медицинских наук Марк Гальперин. Успейте записаться. Ставрополь. Карла Маркс, Л4. Продолжаем выпуск. Поучаствовать в конкурсе чтецов Корана или просто послушать аяты и суры из священного Корана в соборной мечети Ось-Джигуты собрались горожане и жители со всего района. Конкурс проходил в четырех возрастных группах, шести номинациях и среди профессионалов. Участников было больше 50. Победители получили денежные призы. Из соборной мечети Ось-Джигуты репортаж Алла Динаевой. Выучить арабский язык и обучать чтению других очень важно для каждого мусульманина, чтобы читать священную книгу Коран, сказал, открывая мероприятие Кади Джигутинского района Айтек Батчаев. Гостей на конкурсе было много. Всех их объединяло одно – неравнодушие к духовному развитию молодежи. Это благовгодное дело – читать Коран и учить читать Коран. Каждому участнику, который здесь читает, я желаю, чтобы они стали все хайфзами Корана. А у вас, которые преподают, очень много было учеников. Таких мероприятий было очень много. Станете вы победителями или нет – это не главное. Все сегодняшние участники уже выиграли, потому что вы знаете арабский язык, и пусть Всевышний дарует вам и вашим родителям благо, сказал депутат Народного собрания Республики Расул Кубанов. Первыми возможность показать свои знания предоставили девочкам до 10 лет, а участниц было 11. Некоторые участники и здесь продолжают готовиться к конкурсу. Проходил он в четырех возрастных группах и шести номинациях, а также среди профессионалов. Аяты и Суры из Священного Корана выборочно разрешали читать самым младшим участникам – девочкам и мальчикам до 10 лет и с 10 до 15 лет. Я готовил Суру Фаджер. Она достаточно длинная, но я ее более-менее знал. Решил закрепить ее и прочитать здесь, на конкурсе. Я читал Суру Альбуроч. Она размером с лист. Я ее знал. Во время, когда я его читал, я его случайно выучил. Вот. И прочитал. И все. Гость мероприятия – глава, председатель Совета депутатов Узжигуты Азнаур Семенов. Очень приятно видеть детей, устремленных к знаниям и традиционному исламу, говорит он. Даже был такой момент, когда отец и два его сына выступали. Это было очень впечатляюще. Особенно, когда видишь, когда отец переживает за сына, сын за отца переживает. То есть, благодаря нашему имаму Азамат Хаджи, он наш город, получается, практически район, сплотил в одно единое. Благодаря, если будет чаще эти мероприятия проходить, я, как представитель администрации, во время конкурса сказал, что мы будем тоже помогать им. Участникам постарше жюри на месте подбирала тексты из последней части Корана, а профессионалам – со всей священной книги. Мероприятие проходило около двух часов до обеденного намаза. После совершения коллективной молитвы в мечети состоялось награждение победителей и людей, которые помогли. Девятилетняя Сумая Хачирова побеждала в конкурсе по ментальной арифметике не только в нашем регионе, но и в Москве. А в конкурсе чтецов Корана участвует впервые. Арабский язык предложил изучать отец, говорит девочка. На конкурсе Сумая заняла второе место. Я прям удивилась, когда сказали, что я хотела Сумая второе место. Я так счастлива была. От счастья плакать хотелось. Когда назвали фамилию? Да. Ну а в дальнейшем планируешь изучать арабский язык? Да. В последний раз конкурс чтецов Корана в соборной мечети Узжигуты проходил в 2004 году, рассказывает имам и инициатор мероприятия Азамат Хучетеров. Мы думали, что придут около 20 участников, а их больше 50, что очень радует, говорит один из организаторов и ведущий конкурса Руслан Семенов. Идея была нашего имама, пусть она вознаградит его благо за его инициативу, а помогли ее реализовать наши бизнесмены местные. Это ряд магазинов, которые находятся у нас в городе Узжигута. Да, очень большое спасибо этим ребятам большое. И очень благодарен этим ребятам. Имам соборной мечети номер один Узжигута Азамат Хучетера вручил сувениры людям, которые оказывают поддержку мечети. А победители конкурса чтецов Корана получили денежные призы. Утешительные приготовили всем участникам. Подарки в номинации «Симпатия жюри» получили несколько детей. А после награждения всех собравшихся ждало угощение. Аладинаева Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Узжигута. Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесии был организован спортивно-интеллектуальный турнир «Виар Зорница». За игрой следил Карача Биджеев. «Спорт плюс интеллект» – студенты вузов Карачаево-Черкесии приняли участие в спортивно-интеллектуальном соревновании. Около 10 команд поборолись за звание самых эрудированных и спортивных. Для того, чтобы победить, здесь недостаточно быть ловким и метким. Нужно быть подкованным в истории военных побед России. Мероприятие объединило всю активную молодежь нашей республики и в основном с локомотивных образовательных учреждений. Мы решили скомбинировать «Зорницу», но в современном формате, то есть в виртуальной реальности. Ну и также не забывать и не упускать возможность, чтобы для студентов, для молодежи дополнительно проводить турниры по интеллектуальной игре. Специально разработанный формат военно-патриотической игры представляет состязание двух команд по четыре человека, в числе которых представлены как парни, так и девушки. «Мы подготовились, мы очень хорошо готовились, поэтому я думаю, что мы займем призовые места, что академия, что колледж. Здесь представлены вопросы из разных сфер на самом-то деле, и морского флота, и сухопутных войск, и воздушных войск. Оно направлено на то, чтобы молодые ребята, молодежь и студенчество развивало свои знания в тех или иных аспектах, в первую очередь о своей республике и, в принципе, о своей стране. Наверное, самое главное, что мы получаем какие-то знания, демонстрируем свои знания, слышим и слушаем мнения других людей, ну и очень приятно проводим время. Конечно, думаем, что выиграем. В прошлый раз наша команда заняла первое место, и в этот раз думаю, выиграем. Ну, мы как Цезарь пришел, видел, победил». Турнир состоит из двух частей. В первой участникам предстояло состязаться в интеллектуальном сражении, во втором – состязание по авиар-арене, проверка их физической подготовки. Вторая часть турнира была более подвижной. Студенты показали все свое мастерство в умении играть командой. Все участники были награждены сертификатами за активную игру. Само же мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Карча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Когда закончится февраль». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова